Всем большой привет! И сегодня я хочу поделиться с вами, наконец-то, своими покупками одежды, своими обновками и все в таком духе. Многие уже ждали этого видео и я должна признаться, что я давненько его не снимала и все это дело у меня накапливалось с октября, наверное. Сейчас уже у нас январь, так что все это было приобретено, опять же, не в один день и даже не в один месяц. Итак, если вы заинтересовались, то поехали! Ну и давайте, как обычно, мы начнем с того, что на мне надето. И вы видите, у меня вот этот вот очень красивый, как я считаю, и очень уютный пуловер. И я покупала его в магазине Zara и не так давно я снимала видео, как я сочетаю свитера. То есть там я показывала несколько свитерков и как мне нравится их комбинировать. Ссылочку на это видео могу оставить или здесь, или под видео, затем можете заглянуть туда и посмотреть. И это очень мягкий и уютный свитерок, как я уже сказала. Он связан как будто бы из таких плюшевых ниток и выглядит, поэтому он как плюшевый мишка какой-то. Он довольно теплый. Я вот сейчас стою, снимаю видео и мне уже начинает становиться жарко, тем более тут на меня светят прожектора. Поэтому могу точно сказать, что со своей задачей греть человека он точно справляется. И помимо этого свитерочка хочу показать вам еще несколько. И вот этот вот я показывала также в своем видео про то, как я их сочетаю. А вот этот вот я не показывала. И как вы можете заметить, они выглядят идентично, но у них есть небольшая разница. Вот этот вот свитерок теплее, потому что он содержит 60 или 70 процентов шерсти. У этого же только 30 и у него не такая крупная вязка, как у этого. Я этой зимой просто тащусь по вот таким вот вязаным вещам и особенно мне нравится цвет, как вы уже заметили. Что-то такое нюдовое, спокойное и у меня прям ассоциируются они с зимушкой. И кстати их я покупала в магазине H&M, а вот этот вот, который я тоже показала в видео о том, как я их сочетаю, я взяла в Zara. И он идет с добавлением люрекса, то есть он связан из блестящих ниток и мне особенно нравится его комбинировать с какими-нибудь праздничными юбками. Ну или даже просто с джинсами, он уже как-то делает весь образ более нарядным. А теперь я вам, наверное, покажу те вещи, которые у меня уже давным-давно висят и которые я вам все время обещала показать, но все никак не показывала. И давайте, наверное, начнем с тех вещей, которые из бутиков инстаграма. И вот эту кофту вы меня уже видели в нескольких моих видео, в ней я снимала, по-моему, видео, откровенно говоря, также ссылочку могу оставить. И многие девочки обратили на нее внимание, также я показывала ее в своем влоге, там тоже в ней мелькало. В общем, она очень многим понравилась и это, конечно же, неудивительно, потому что она действительно очень красивая, удобная, приятная. Я бы даже сказала, как в цвете, так и по ткани, в носке. И она у меня из инстаграм-бутика студио29, также ссылку на него могу оставить под видео. И я привезла ее, а также брюки еще из Москвы, когда я была там в октябре, по-моему. И там я ходила в их шоу-рум, могла померить эти вещи и как раз-таки взяла вот эту вот кофточку и брючки, а также вот это вот пальто, которое вы здесь краешек видите. Я выставляла, кстати, фотографии в инстаграме и когда еще была более-менее теплая погода, это можно еще было поносить. Но сейчас вот жду весны, когда немножко потеплеет и можно будет опять ходить в этой красоте. У них вот здесь вот идут еще вот такие вот брючки очень нежного бежевого цвета со стрелками и они на завышенной талии, что мне очень нравится. Следующее, что я вам хочу показать, это вот такая вот очень милая и красивая тельняшка с аппликацией матрешки. Она у меня из инстаграмного бутика Chris&Tom и этот бутик держит две девушки по имени Кристина и Тамара и вот так вот они себя назвали. И они находятся как в Москве, так и в Вене, то есть я думаю здесь в Европе девочкам будет тоже удобно что-нибудь там заказывать. И я захотела себе такую тельняшку именно с матрешкой, потому что мне захотелось чего-то русского, такое с русской душой. Там, конечно, есть всякие разные, но вот это вот мне как-то особенно приглянулось. И ее можно комбинировать с чем пожелаете, будь это какие-нибудь простые джинсы или мам-джинс, или кюлоты, или джинсы-клеш, которые сейчас опять в моду вошли. По-спортивному с кроссовками, более элегантно с туфлями, в общем фантазии нет предела. И сейчас я вам хочу показать еще последние две вещицы, которые у меня из инстаграма. И я должна сказать, что эти две вещи для меня особенные. Почему особенные? Потому что они пришли мне из моего родного города Саиногорска, где я прожила до 15 лет, а потом переехали в Германию. И там открылся бутик, у них также есть там шоу-рум, который называется Веретено Ателье. И это для меня прям, вот знаете, как будто бы мне частичку родины отправили, мне было безумно приятно. И плюс вещи у них тоже очень крутые, вы сейчас сами в этом убедитесь. Первое, что я вам хочу показать, это вот такая рубашка. Рубашка-балахон, а вы знаете, как я люблю такие рубашки, которые широкие, которые болтаются. Их можно классно надеть с какими-нибудь леггинсами, летом даже с шортами, джинсами, в общем с чем захотите. И она голубого цвета, вы знаете, голубой цвет до сих пор в моде, он уже давненько держится в этих модных рядах, так сказать. И что самое классное, так это, что они шьют вещи по вашим индивидуальным меркам. То есть вот эта рубашка и следующую вещь, которую я вам покажу, они были шиты как раз на меня. Эта же рубашка подошла мне идеально. У нее как раз та длина рукава, и даже по запястью она мне просто идеально застегнулась. То есть не широкая и не узкая, вот прям как и надо. Вообще у меня запястья очень тонкие. Все вещи у них шьются из качественных материалов, и они пришли мне до того, мне даже показалось, они все выстиранные, проглаженные. Они даже, мне кажется, даже пахнут чем-то таким приятным, я не знаю. Может быть, настолько я обрадовалась, что это частичка с моего города, что мне кажется так, что это все-таки благоухает моей сибирской стороной. Но тем не менее, я была очень довольна. И следующая вещь не менее крутая, и это вот такое вот платье. Платье свитшот, и оно идет внизу с кружевной отделкой. Оно нереально круто смотрится с ботфортами, какими-нибудь ботильонами, грубыми ботинками, кроссовками. Да и в целом сейчас платья такие очень актуальны, плюс я должна еще отметить, что стиль этого бутика такой, я бы сказала, локальничный, простой, но с изюминкой. И может быть, если вам сейчас покажется это подозрительным, что я так сильно расхваливаю здесь этот бутик, я признаюсь вам, что я просто безумно рада получить что-то из моего родного города, из моего Саиногорска, и что там делается вот такая вот красота. Покажу вам сейчас две вещи, которые у меня, наверное, уже тут висят, я не знаю сколько. Я вам показывала их уже в моем влоге, по-моему, и это вот такая вот рубашка в пижамном стиле, а также вот эта вот горчичная блузка. Я ее заказала еще в октябре, по-моему, даже или в сентябре, пока они пришли, уже был октябрь. Пижамный стиль, вы знаете, был очень актуальным сейчас летом и осенью, посмотрим, что будет дальше весной. Ну а вот эта вот блузочка имеет такой типичный осенний оттенок, но это не мешает, конечно же, надевать ее и зимой, и даже весной, смотря куда вы собираетесь. У нее красивые рукава, такие фонарики, и плюс она, опять же, такая широкая, такая блузка-разлетайка, как мне нравится. Из более актуальных приобретений у меня вот это вот платье, которое я заказывала на китайском сайте, и я извиняюсь, что оно у меня еще здесь помятое, но я его обязательно поглажу, когда буду мерить, и оно мне очень-очень понравилось. Конечно же, первым делом я обратила внимание на вот эти аппликации цветов. Это все вышивки, и сейчас такие платья вы можете встретить в очень многих магазинах, и особенно нравится мне надевать его с черными колготками и с ботфортами, смотрится очень красиво и элегантно. И похожая вещица у меня с того же сайта, и это, знаете, такая прозрачная, я бы даже сказала, платье-накидка. Оно, опять же, идет с аппликациями цветов, вообще такое все пестрое, бабочки здесь, цветочки, все подряд. И эту накидку нужно надевать уже, конечно же, на что-то, потому что оно прозрачное. Оно довольно длинное, это платье, и имеет по бокам разрезы. Мне безумно нравится, как она смотрится с джинсами под низ, если вы наденете какую-нибудь футболку или кофточку, и она как бы разбавляет весь ваш образ. Движемся дальше с платьями, и сейчас я вам хочу показать еще несколько, но не в таком их классическом понимании, а это больше сарафаны, или как они по-английски называются, sleep dress. То есть они имеют форму, как будто бы это какая-то майка, да, удлиненная. И эти платья в моде уже, наверное, с лета, то есть то были топики на каких-нибудь тоненьких бретелечках, а также и платья. Я заказала вот это вот специально на новогодние праздники, потому что весь декабрь, весь январь в праздниках. И вот такое вот платье плесе, блестящее, металлическое. Мне оно очень понравилось на фотографии, когда я его увидела, но мне кажется, на мне оно сидит как-то странновато. Его, конечно же, нужно надевать на какую-нибудь либо белую футболку, либо кофту, водолазку. Кто-то носит даже с блузками. В общем, кто-то ругает такой тренд, кому-то не нравится, там, да. Мне, например, импонирует. И, как я уже говорила в своих предыдущих видео, мне нравится экспериментировать, примерять на себя что-то новенькое, интересное. И если это выглядит прикольно, то почему бы и нет. И следующее платье сарафан у меня уже бархатное. А я думаю, вы знаете, что бархат в этом сезоне также просто супер актуален. И его я надевала на детскую елку, когда мы с дочей ходили. И под низ надевала черные такие плотные колготки, ботильоны. И такая уже более блестящая полупрозрачная водолазка. Смотрела все довольно гармонично. Мне прям очень-очень понравилось. И стоило оно, по-моему, недорого. Я, опять же, все ссылочки оставлю под видео. И последнее платье подобного характера у меня, опять же, бархатное. И оно выглядит, как будто бы оно, знаете, такое помятое. И уже такой оттенок пыльной розы. Я не знаю, на камере, как это сейчас. На камере прям супер как-то розово выглядит. Но на самом деле оно такое больше пудровое, пыльная роза. И знаете, прикол в том, что я заказала его на сайте Shein. И в точности такое же я видела в Zara оно висело. Я даже подошла еще, посмотрела. Даже вот лямочки из такой ткани сшиты. Сам материал пощупала. Все то же самое. И оно будет также замечательно смотреться с какими-нибудь белыми вещицами, футболками, водолазками. Плюс мне также нравится, как это смотрится с такими полупрозрачными кофтами. Например, какими-нибудь боди и так далее. Ну и раз уж мы заговорили о боди, то давайте я вам и покажу два штуки, которые я себе также заказывала с китайского сайта. И первый у меня идет персиковый оттенок. И он абсолютно прозрачный. Но тем не менее, если вы наверх набросите, опять же, или какое-нибудь платье в стиле сарафанчика, или какую-нибудь кофточку, то это будет смотреться очень-очень классно. Плюс мне нравится, например, надевать, набрасывать на такие вещи вязанные свитера. На него вы можете, например, набросить пулловер с каким-нибудь V-образным вырезом. То есть видно, что у вас под низом еще что-то надето, но как бы все так немножечко секси, красиво, интригующе. И еще мне понравилось, что этот боди не стягивал. Знаете, иногда по длине они идут немножко такими коротковатыми. Но вот этот вот именно, он замечательно сел. Плюс у него снизу есть застежка-растежка. То есть вам не нужно полностью обнажаться, если вы пойдете в дамскую комнату, например. И еще один боди, который вы, кстати, могли на мне лицезреть уже в моем предыдущем видео под названием «Дорого versus дешево». Но, кстати, как раз-таки в том видео некоторые девочки заинтересовались, что это у меня надето, какая кофточка, а может быть платье. На самом деле это, опять же, боди. И он также идет внизу на застежке. То есть очень удобно и легко можно будет расстегнуть, если вы пойдете припудрить носик. И давайте мы, наверное, сейчас вернемся к платьям. И я сейчас вам покажу те, которые не попадают в кадр. Первое платье, это как платье-рубаха. Я бы даже сказала, что это удлиненная рубаха. И знаете, это, я бы сказала, утепленная рубаха. В ней реально очень-очень тепло. И мне, опять же, нравится носить ее с ботфортами. Нарядившись так, вы будете смотреться элегантно, красиво, модняво. Плюс удобно, уютно и тепло. Вот так я бы описала эту рубаху. Ну а вот это платье я вам показывала уже в своем влоге, когда я ездила в парикмахерскую. И говорила, что я приобрела его в Заре на распродаже. Опять же, очень классно смотрится с ботфортами. У меня в этом сезоне просто все с ботфортами. Кстати, что за ботфорты, я вам тоже покажу еще. Но в том видео, кстати, я вам не показывала, но я надевала это платье с черными колготками и с ботинками грубыми Doc Martens. Смотрелось тоже очень круто. Так, знаете, как-то и женственно, и более так по-рокерски немножко. Ну и мы подходим уже к концу. И давайте я вам сейчас покажу уже верхнюю одежду. И как раз таки здесь первое у меня пальто, что висит. Я должна сказать, что я его еще не надевала, потому что это пальто очень тонкое. И даже для нашей немецкой зимы это уже будет слишком. Я была в поисках пальто в клетку и как раз таки нашла его на китайском сайте. Оно у меня оттуда. Смотрится тоже очень хорошо, я считаю. Единственное, что это пуговицы. Они немножечко пришили неровно. То есть, когда вы застегиваете пальто, то выглядит как-то вот так перетянуто. То есть, мне надо просто-напросто пришить пуговицу, чтобы это не было стянутым. И его можно, конечно, потом уже и носить. Девочки, показываю вам еще одно пальто, которое у меня из инстаграмного бутика. Да, у меня еще осталась одна такая вещица. Но я должна сказать, что это пальто самое-самое теплое из всех пальто, когда у меня были либо в моей жизни, наверное. Дело в том, что это пальто сшито с подкладом. То есть, оно утепленное. Оно у меня из бутика Смородина Фэшн. Я ссылку оставлю под видео на этот бутик. И я показывала вам также его уже в инстаграме. И сейчас вот у нас были морозы, я бы даже сказала, даже по утрам до минуса 18 градусов доходило. Но для Германии это очень-очень холодно. Тем более, здесь повышена влажность. И кажется, что все минус 30, короче. В этом пальто я не замерзла. Надевая именно толстую кофту, толстые вязки, которые я показывала в самом начале видео, вот это вот пальто и все. Было очень классно и уютно. И у меня осталась еще здесь парочка мелочей и всякой всячины, которые мне тоже хочется с вами поделиться. И первым делом я покажу вам вот такие вот новогодние носочки. Да, тематика Нового года уже как бы отодвигается на второй план. Или вообще на очень задний план. Но тем не менее, мне кажется, что тоже на таких китайских сайтах можно спокойно найти какие-нибудь интересные носочки. Вот эти вот я заказывала специально для Нового года. И думала их подарить, но потом решила их не дарить и оставить себе. А еще с сайта SHEIN у меня сейчас, если я тут разберусь, у меня есть вот такая вот замысловатая вещь, бра. Немножко такое сексуальное, я бы даже сказала. Но это бра, конечно же, я не буду носить просто так. Мне, опять же, нравится надевать такие вещи под какую-то одежду. Например, опять же, если вы надеваете пуловер с глубоким вырезом, и у вас потом из-под низа как будто бы торчат, не как будто бы, а торчат, да, вот эти вот красивые лямочки, что у вас там что-то такое сексуальное надето. Может быть, если вы идете на свидание, конечно, не на первое, но с вашим молодым человеком или с мужем, почему бы и нет. Мне кажется, смотрится очень даже неплохо. Ну, а также это шапки, которые я себе купила этой зимой. Одну я заказала с Shein, это вот эта вот шапочка, а вот эта вот серенькая у меня с сайта Asos. И в серенькой я уже мелькала тоже в Инстаграме. Вот эта вот даже немножечко потеплее, и ее я надеваю вот сейчас, когда у нас снег валит просто нереальный какой-то. Хотя это тоже спасает, в ней вы не замерзнете тоже. Мне понравились вот эти вот их бубенчики и сам цвет. В том числе я заказала себе еще две вот такие кепки. Вот эту кепку я заказывала на сайте Asos, и ее вы также могли уже увидеть в моем видео о свитерках. Мне понравилось то, что хоть она в принципе и не закрывает уши, но она все же греет голову, потому что она шерстяная. И у нее имеется вот такой вот кожаный козырек. Плюс еще, если вам не очень нравится бубенчик, а я как раз в принципе ее и заказала из-за него. Но классно в том, что если он вам надоест, его можно отстегнуть. А также это вот такая вот замшевая кепка с сайта Shein. И вы можете найти много сейчас там таких кепочек разных оттенков. Видела, девочки заказывают пудрового оттенка. Это, кстати, тоже очень-очень красиво смотрится. Я вот решила себе что-то в сером цвете заказать. И когда станет, может быть, чуть-чуть потеплее и не так ветрено, то ее можно спокойно носить. Мы уже почти подошли к концу, но все-таки я хочу с вами поделиться еще парой обуви. И я вам все видео здесь прожужжала, что вот это платье с ботфортами, это тоже ботфорты, ботфорты. А что же за ботфорты? И я заказывала себе на сайте Public Design вот эти вот ботфорты, которые я также уже в некоторых моих видео показывала вам. И они очень-очень многим понравились, многим приглянулись, многие у меня спрашивали про них, как в Инстаграме, так и здесь в YouTube, когда бы я их только не показывала. И я должна сказать, что они не такие уж и теплые, они действительно тоненькие, и их не поносишь, например, в снег. Или если на улице минусовая температура, будет довольно холодно. Но все-таки вы их, конечно же, можете надевать, если, например, вы идете в какой-нибудь бар или в кино, хотите там или в ресторан нарядиться. И вот так вот из машины сразу в помещение вы, конечно же, не замерзнете. У них невысокий каблук, спрашивали, высокий ли каблук, удобный ли он. Каблук невысокий, но здесь главную роль играет, конечно же, колодка. И колодка очень удобная, ноги в них не устают. Так что все ссылочки я оставлю под видео. Помимо этого я заказала там еще пару ботильонов, сейчас вам их тоже покажу. И, кстати, должна сказать, что ботфорты не сползают. Вот именно они держатся замечательно. Конечно же, через некоторое время появляется такая минимальная гармошечка, но нет такого, что они у вас полностью ниже колен сползли. Знаете, такую проблему. У них такого нет. Плюс следующие ботильоны я заказывала себе там же. Они идут как ботильоны резинки. Заостренный носик и такой толстенький каблучок. И они прям обтягивают вашу щиколотку, обтягивают полностью ножку. Смотрится очень-очень элегантно. Опять же, если взять платье свитшот с кружевом, и вот эти вот ботильончики будут очень-очень красиво смотреться. Следующие ботильоны у меня, опять же, подобного характера, что и черные, но все же они имеют совсем другую ткань. Другой каблук. И смотрится гораздо эффектнее, что ли, и очень так интересно. Конечно же, не все согласятся на такие ботильоны, но если вы все-таки любите что-то особенное, что-то экстравагантное, и опять же, бархат сейчас и в моде, то я думаю, это специально для вас прям. И я сама их еще не надевала, потому что я еще ищу подходящий аутфит к ним. Но они тоже безумно удобные, колодка, просто вы не чувствуете каблука. Итак, на этом у меня все. Я буду надеяться, что вам понравилось это видео. Все ссылки, все, что где я покупала, в каком размере, я оставлю, как обычно, под видео, поэтому заглядывайте туда. И я надеюсь, что это видео оказалось полезным для кого-нибудь. Может быть, кто-то опять вдохновился, увидел какую-то новую вещицу. И я надеюсь, что мы увидимся с вами уже скоро в следующих видео. Всем большое спасибо за внимание. И всем пока!